второй день начался очень агрессивно очень агрессивно просто блять да ну нахуй доброе утро мистер смайл доброе утро короче мы пытались всю ночь загрузить видос обосрались интернет опиздюлился но самая фееричная история сегодняшнего дня она уже успела случиться екатерина прокатилась на такси сегодня ночью за 25 к рублей как это было достаточно феерично я тиханула и решила что снять хотя бы один чемпионат это лучше чем не снять никакого чемпионата купили билет в москву я таксу доехала до аэропорта и уже сидела и записывала про это кружочек как мне упала аккредитация на чемпионат европы и вот я вернулась обратно очень дорогая поездка покаталась очень здорово по трассе тем не менее новость охуенная катя вчера весь вечер весь вечер просто вела осаду пресс-центра вот и в итоге а там какой-то высокопоставленной женщине продала себя как фотографа воды ее разъебываться сегодня за этого я блять не позавтракал за того что нахуй эти люди полны блять энтузиазма сегодня первый большой день чемпионата европы осыщенные достаточно утренние квалификации там будет просто миллион забегов на 400 многоборья еще технические виды а вечером уже начнутся первые финалы будут полторашки трешки короче хорошо сегодня вечером будет вот идем работать по завтракать конечно тоже хорошо блять хлеб уммммммммммммммммммммммммм своей пищевой та mulgor оооооооо ооооо ооооо Екатерина отправляется за аккредитацией, а я, наверное, отправлюсь с ней посмотреть на этот триумфальный момент. Давай, попизди. Получается, Екатерину от лица администрации YouTube-канала Кроссер Универс поздравляем Екатерину с первой аккредитацией на международный старт по легкой атлетике. И это медиатрибуна. Сама по себе огромный пресс-центр. Вот. Так мы тут мутимся. О, чаек, кофеек. Все. Ты вот так вот выходишь. Здесь огромное количество трибун для прессы и для всех вот этих вот ребят. Утренняя сессия уже началась так, а тебе вот туда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Утренняя сессия подходит к концу. У меня такое ощущение, будто я на сессии. Только не на спортивной, а на вот на учебной. Что-то два дня, конечно, ночного монтажа дают о себе знать. И на третий я проснулся уже, ну, очень несвежим, скажем так. Что-то утро вообще просто, блин. У меня как в Куматоде каком-то. Оно прошло. У меня утро топовое. Утро топовое. Блять, работаю как волк нам. Такие кадры наснимал. Там Фемко Бол бежала, блин, вот так вот. А потом побежала свобода, блин. Ты, кстати, получилось нормально снять свобода, да? Конечно. Шестьдесят метров снимать вообще красота. Шестьдесят метров в секунду. Да, они там прямо вот здесь вот-вот. На ладошке вот так вот. И снимаешь их. Блин, кайфово, что я здесь с Серегой, потому что если бы я один в таком хуевом состоянии физическом находился, это было бы не влог, а уныло, говно. Так, Серега, я тебе еще предлагаю челлендж. Просто ультимативный челлендж. Одного, да, сорок? Который посложнее, чем сорок будет. Снимаем следующий день без мата. Да это вообще без проблем. Я буду так элегантно общаться культурно. Элегантно? Качественно? Качественно буду общаться, что вообще. Все слова сейчас пока забыл, но когда они появятся, я напомню о себе. Такие расклады. Сейчас идем трапезничать, вот. Потом Сергей будет бегать, а я, наверное, пойду спать, потому что я понял, что тяжело что-то мне совсем. Нужно это. Можно было бы, конечно, поднапрячься и пойти, выдавить, так сказать, из себя просто на максимум, но я считаю, что надо беречь себя. Да, блядь, я ебал в рот без мата разговариваю. Я понял про себя такую штуку, что я матом не ругаюсь, я разговариваю матом, вот. Поэтому, ребят, простите, если кого обидел, чьи чувства затронул, дисклеймеров надо побольше, да? Да, конечно. Ну ничего, мы будем сейчас культурно общаться, нормально все. Я не буду культурно общаться, потому что я в бескультуре. Ты сам себя загнал в эти рамки. Матерись и бись нахуй. Так, мы сегодня по макаронам. О-о-о. Вот это порция. Будь здоров. А почему спрайта меньше, чем колы? Известнейший во всем мире Постоева Сергей. Ну че там на тонких слоях? Блин, как красиво здесь. Не, ну там есть чтобы классная длинная пуска намережная, красивая. Ну, то есть у меня там пустой, а туда дальше. Ну что, сырная голова. Как же я устал, сука. Я давно так спать не хотел себе. Дневной сон? Ой, я не понимаю, блядь. Микродозу сделаешь? Микродозу, блядь, уже тут не помогут. Полноценная, да? Да. Ну что, пока Гарин щемит, я решил все-таки пробежаться. Сегодня лайтовый окрос, 10 километров. Вот, под него я нашел специальную трассу. Так сказать, с грунтом. А всего лишь в километре от нашего дома офигенный сосновый бор. И здесь круг больше, чем на километр. Локация топовая. Можно делать работы в горку. Можно просто грузить по кругу здесь. Привет, 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 хорошая. Иди сюда, иди сюда. Идешь? Игрульчики. Сержава, легенда. Пока я оттрамбовал подушку, он оттрамбовал грунт. Что давно бегал? Десятку сбегал, по 5.03. Ебать, nice and easy, nice and easy, да? Да. Как самочувствие? Хорошее. По 5.03 пиздато бегать? Да. Охуенно. О, смотри, блядь. Ты мне скажи, знаешь, что? Что? Какого хера меня так вырубило, а ты, блядь, живешь пока? Я не знаю. Ты слишком высок. У меня рост? У тебя рост. И вставочка еще пошла. В Москве сейчас стартовал чемпионат России. И там сегодня прокатили просто охерительно. Женщины тройку. Оля Вовк там просто, блядь, в одну калитку разъебала всех. И да, хотелось, наверное, про это отдельно рассказать, потому что это реально очень крутое достижение в масштабах российской легкой атлетики. Чтобы вот так вот из 8.50 выигрывали просто на пролом финал тройбана на зимнем черре. Но такого давно у нас не было. Поэтому да. Оле отдельный респект. Хуль ты ржешь, блядь, монтируй себе. Вот. И сейчас появится небольшое описание того, как все это происходило от нее. Всем привет. С вами новоиспеченный чемпионка России в беге на 3000 метров Ольга Вовк. Ну, во-первых, хотелось бы сказать всем спасибо за поздравления, за добрые пожелания. Это большая мотивация двигаться вперед. Вот. Поделюсь с вами о ходе дистанции, о своем забеге. Первое, что могу сказать, что результатом довольна. Планировала бежать в районе 8.50. Мысли о результате быстрее, честно говоря, пугали. Да и не видела я в девочках потенциала бежать сейчас быстрее. Именно поэтому забег я провела в несвойственной для себя манере. Я лидировала с первых метров. Практически с первых метров. Первый круг не будем брать в расчет, потому что там все присматриваются друг к другу, занимают позиции, определяют, кто на что вообще сегодня будет претендовать. Вообще, у меня была установка от тренера, что если мы начинаем тише 36 секунд, то я выхожу и начинаю бежать одна в своем темпе. Зная моего тренера, это что-то нонсенс, когда он такое говорит. Если он так сказал, значит, действительно можно не бояться и бежать, не бояться и пробовать. Девочки, конечно, тоже заставили понервничать по дистанции, потому что когда ты знаешь, что за твоей спиной такие сильные соперницы, которые будут зубами цепляться, но не отдадут своего, это заставляло меня просто всю дистанцию терпеть и ждать, когда наступят последние 400 метров, когда я смогу переключиться и уже начинать финишировать. На забег я, честно говоря, шла уверенно. Я шла сегодня побеждать, я шла с установкой, что я буду бороться до последнего. Во-первых, потому что у меня уже есть титул чемпионки России на мире, да, пускай он такой, как между собойчик, но он греет душу. То сегодня я не боялась рисковать, я готова была бежать на все деньги, мне нужен был именно хороший результат, хотелось именно личный рекорд установить. Вот, собственно, что и получилось, результатом довольна. Это с одной стороны, но с другой, сейчас параллельно с нами идет чемпионат Европы, где европейки показывают такие результаты, которых наш чемпионат не видел уже лет так 10. И это заставляет, конечно, спуститься с небес на землю, заставляет взять себя в руки и начинать работать заново. Но, с другой стороны, они имеют то, чего мы лишены уже много лет, они имеют сильнейшую конкуренцию, которая заставляет двигаться вперед, и дополнительный стимул, дополнительно раздражающий фактор. И вообще, как бы, мое мнение, что все три призера сегодняшнего чемпионата должны были выступать не здесь, в Москве, а там, на берегах Босфора. И, возможно, итог был бы вообще совершенно другим. Ну, что ж, будем ждать и надеяться, когда мы снова сможем показать себя не только здесь, но и она сможет услышать весь мир. Так, ну еще вечерняя сессия, разъебываемся по контосу сегодня. Я поспал днем 2 часа, решил не бегать, потому что, ну, надо чувствовать на тонких слоях свое самочувствие. Вот, и Катюха с жилеткой, наконец-то. И сейчас, сейчас нужно вечером отметить ей, что снимаем. Отмечаю, просто кручу время, фамилии. Вот, сегодня достаточно насыщенная программа, и будет серьезный тест для Катюхи, потому что нам нужно будет быстро отдавать фотографии. И будем пробовать разъебываться, как на серьезном чемпионате, как серьезные ребята, потому что иначе зачем все эти деньги были потрачены на поездку? Правильно? Правильно. Работаем? Работаем. Кофе. Я даже боюсь представить, что сегодня на фильтре, но мы... Да блять! А не, нормально. Это мое гнездо медвежонка, я здесь сижу, за всем наблюдаю. Если происходит что-то интересное, я сразу пишу Сереге, пишу Катюхе, давайте там быстрее фотки, туда-сюда, короче, глазами их являюсь и ушами. Вот, так и работаем. Первый день сегодня большой, въебал кофейку я как следует. Сейчас, ну, поскольку мы с командой здесь мутимся, помогать ребятам, чтобы у них все-все было. Вот, Катюха, конечно, как обычно, носится, как ошпаренная. Она и на российских стартах-то носится так, как будто их горячее полено в жопу воткнули. А тут-то тем более, тем более в первый раз, вот. Тащу сейчас, например, ей проводок. На финал, чтобы не переключать, камеру не отключать. И оно вот кину туда вниз. Да, и что там, нормально все? Да, спасибо, мне нравится. Это временно, это временно. Вечером, блядь, я просто, чуваки, я такой ворчаливой бабки, как Катя Зыкова, честно говоря, не знаю, наверное, в жизни. Потому что, когда этот человек садится за обработку фотографий, какая бы пизда-то техника у нее ни была, чего бы ни было, там все время сразу вот такой вот фейс, как будто говном помазали экран, и начинается. Ну, вы и сами увидите, как это работает. Ну что, поехали. Первый финал беговых дисциплин. Сейчас в эфире трешка. Стартовали. Огромный забег. Там, по-моему, 16 человек. Сижу с испанцами, болею. Они тут орут уже. 200 метров пробежали. Их девчонка первая. Что там происходит? Ну, там, конечно, толку тотальный перепих, блядь, по трем дорожкам бегут. Давай, вот что бывает всегда, когда начинают катать баттону. Это просто пешком. Это просто пешком. Сколько? Это медленнее по 3.20. Они начали. Охуеть. Охуеть. Они лупят. Вот, начали чуть-чуть растягиваться. А кто это у нас такая? Кто это у нас? Я не знаю кто, но кому-то стало явно тесно на первой дорожке. Девчонка побежала. Все растягиваются. Так, а мы тут палим за Коко. Она сидит за Надей. Потоклейте на четвертой позиции. Потихонечку начинают вытягиваться девчонки, потому что, ну, так начинать это пиздец. Ясмин Чен тоже здесь аккуратно сидит, пасется. Час 14. Пиздец они начали. Пиздец. Вот. Так. Ничего особо не происходит пока что. Никаких интриг. Коко сказала вчера в миксе, что хочет побежать побыстрее. Она любит быстро бегать, но пока что не демонстрирует она готовности это делать. Видимо, хочет раскатить. Ну, посмотрим. Ну, что, к первой штуке дело подходит. Коко полезла вперед. Видимо, совсем поняла, что какое-то Курева. 3-0-0 начали нормально. Так, а без Пэка пока еще никто не вывалился. Вот, все. Коко вышла. Ясмин Чен понимает, что нельзя Коко отпускать. Занимает позицию получше. По бровке перестраивается. Выходит на второе место. Коко начинает подпушивать, потому что 3 минуты для нее первая штука. Но это, конечно же, вообще просто Курева. Сзади что у нас? Кто у нас бежит? Кто у нас бежит, кроме Чен? Так, вот, 33 секунды положили шестой круг. Уже поактивнее. Колбаса, девчонок, сразу же вытянулась. Даже просвет небольшой Коко нарисовала где-то 3 метра. Смотрим. Так, за кого я еще тут болею? За Надю Потоклетти. Очень сильная итальянская бегунья. Хорошую историю выступления на чемпионате Европы по кроссу имеют, по молодежи. Так, и что у нас тут? Коко наращивает отрыв. За ней Ханна Кляйн неплохо бежала в этом сезоне. Имеет хорошие личные рекорды. Вот, все. Пошел, пошел отрыв. Коко, Кляйн и Мелисса Коби Брайанта, британка. Вот кто решил не проебываться и сидеть у Коко на спине. Но, если, конечно, так пойдет и дальше, то Констанц нужно просто немного будет подпушивать, бежать в свою силу. И остальным, мне кажется, пиздец. Потому что я не думаю, что кто-то сможет на финише ее собрать. Потому что здесь наблюдается разрыв классовый, конечно. У Холстер Халфин гораздо увереннее личные рекорды, чем у остальных девчонок. И чтобы на финише ее хлопнуть, ну, надо бежать, как бы, как она. Здесь такого нет. Три девчонки у нас сейчас лидируют. Нарисовался прям такой ярко выраженный отрыв. Кляйн, Кластер Халфин и Коби Брайант без изменений. Все. И дальше Ясмин Чен. Вообще не фактор в этой гонке. Она бежит в конце второй группы и вываливается даже из нее. На следующем кругу будет треха. Посмотрим, за сколько они ее пробежали. Я в этот раз не проебываюсь и взял побольше водички, чтобы не пересохнуть. Подбегают девчонки, подбегают девчонки. Остается километр. 5.50 двойка. То есть вторую штуку положили за 2.50. Нормально. Хана Кляйн, надо отметить, очень хорошо. Выглядит прилипло, прямо четко. Коко не отпускает. Мелисса, Коби Брайант тоже держится. Отлично. В группе преследования. Группа преследования просеивается. Надя Батаклетти держится. Голландка и латышка. Я не знаю, кто это. Вот, возвращаемся к группе лидеров. О-ка, еще начинает поддавливать. Когда сбоку на нее, когда смотришь, руки вроде, ну, нормально работают как будто. Но когда она выбегает напрямую, и плапешник к тебе, это, конечно, сразу палится. И на последнем месте сейчас бежит Эмин Мишаль. Это жена Аделя Мишаля, испанского топового средневека. Эмин вчера прорвалась в финал и очень много времени провела в микс-зоне, потому что рассказывала, как землетрясение, которое потрясло Турцию, сказалось на ней, на ее семье. Очень эмоционально, и я думаю, что, конечно, она во многом из этого тоже выгорела. И сегодня ей очень будет сложно. Вот, охотно общалась с прессой. Думаю, задам ей пару вопросов, попрошу рассказать, потому что, ну, все-таки это повестка. А тем временем возвращаемся к группе лидеров. Ханна Кляйн и Коко Клостер Халфин убегают на два последних круга. Кляйн прекрасно висит на Коко. О, они отцепили Мелиссу уже. И что же сейчас будет на последнем круге? Смотрим, смотрим. Надя Батаклетти выходит на четвертую позицию. Блин, достать Коби Брайан, конечно, будет тяжело, но можно, потому что Мелисса выглядит уже не свежо. Вот так, последний звонок. Коко тащит на себе Кляйн, ускоряется, но Кляйн просто висит питбулем на ней. И она выходит, Кляйн выходит на предпоследней прямой и начинает убегать от Коко. Вы посмотрите, что творится, что творится. Кляйн подключает, подключает скорость. Клостер Халфин ничего не может сделать своим длинным шагом. И это Кляйн. И она бежит по личному рекорду. 8.35.88. И она ебнула Коко в финале. Охуеть! Вот что бывает, когда ты даешь соперницам гэп по времени. То есть Клостер Халфин могла пробежать быстрее. Могла ли? Вообще-то я какую-то хуйню сейчас, походу, парю, потому что она пробежала на уровне сезон-беста своего и ее просто ебнули. Охуеть! Прикольно-то как! Охуеть! Охуеть! Какая-то мечта для тебя? Да, это просто пошло, как мой план был. И я очень рад, что я мог бы выполнить так. Я думала, что это будет быстрее, чем в начале, которое не произошло. Но Коко сделал движение, и я пытался с ней прожить с ней как долго, как можно, и чтобы следить за мою силу в конце. Я очень хорошен, чем в конце 500-метра, и я просто пытаюсь прожить, чтобы прожить как-то 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 в конце. И вы никогда не знаете, если это будет так, но это было, и поэтому я очень рад. Ты не рада, что это было, и я очень рада. Нет, это немного странно. Я беру плагу, но я не полю, потому что, конечно, я бы хотел бы взять голубой, Но я думаю, что я должен быть счастливым с рейсом. Я пробовал сильно, и может быть, я должен был бы опускать немного больше, но это серверный медаль в Европейском чемпионате. Я приехал из полного маратона в последние месяцы, а теперь вернусь в 3.0. Я думаю, что я могу принимать это. Это один шаг в направлении для сезона, и я думаю, что мы в хорошем пути. Какие планы для сезона? Больше сезонов рейсов в этом году? Нет, сейчас я вернусь на трек. Я надеюсь, что я могу вернуться к скорости, 1500-800, и я надеюсь, что я радуюсь. И может быть, это рейсов в конце года. Вы можете дать немного спецификации о Кенео тренировке? Это для базовой тренировки, это для длинной дистанции, или как это? В Кенео мы подготовили трек сезон, мы начали вернуться к скорости, и у нас 10 сезонов с лэктик, и у нас 10 сезонов. Да, это было немного изменение, потому что я тренировал длинную дистанцию, до конца года, но я надеюсь, и это было здорово, доброе тренирование, доброе время. Как вы чувствуете сегодня? Как вы чувствуете сегодня? Как вы чувствуете сегодня, как вы чувствуете сегодня? Да. Моя психология не идеальна, потому что, как вы знаете, это связано в Туркии. Мы сликнули 11 разных городов, и одна из моих городов была моя. И это была моя семья, и мои друзья, и моя семья, и моя семья, и моя семья, и я уничтожила в Туркии. В Туркии, я очень, очень эмоционально, потому что я стоял там, и для меня, это было бы, потому что я боролись, и я боролись на моих эмоциях, и эмоции, и я должен быть сильным, потому что я знаю много людей, которые я спрашивают и я смеют, и моем семье тоже в Туркии, и они спрашивали меня из там, и что с ним было, и моя семья, и люди там что-то страдали, и я думаю, им скажу, что вы сможете делать, и это сделало меня больше энергии. Это была бы первой тюрьмы, чтобы моя семья убежать меня, и я очень рад. Я чувствовал очень, очень силик, но мне надоел говорить, сильнее, сильнее и сильнее, чтобы выйти в финале. И когда я приехал в финале, это боди-тирит, мошен-тирит, что я живу весь день. И это было как... Моя боди не принимала меня больше. Когда я сдохнула. Но я все равно чувствовала, что все люди, все равно, все равно, все равно, все равно, все равно, потому что это не было успеха. Сегодня это не было успеха. Все равно, все равно, все равно, все равно, все равно. Это наш слоган. И я здесь, и все было успеха. Как вы прошли последние две недели? Это был ужасный момент для меня, потому что, знаете, это моя страна, и моя семья были в опасности, потому что они не были дома, потому что я живу в разных странах, и я дала в таком же местах, и в таких местах, так и так, и я чувствовал себя, и все равно, и пытался идти не было все равно, потому что это было так большой. И в первые три дня, все люди, они думали, что мы хотим делать сейчас, кто хочет идти, потому что все нужно иметь, и не только один, и два. Моя семья, наконец, держали свои вещи в safe area, под одним накидом, под одним накидом, нет, я не знаю их имя. И они убежали свои вещи из холода и холода. И они пытались уйти из дома, чтобы не уйти, чтобы не уйти, чтобы убежать бланкет, и какие-то шерсти. И даже если они уйти, если нет, они уйти из холода. И у нас было ребенка, у нас было ребенка. Это был очень-очень тяжелый момент. Я не тренировала в последние 3 недели, но мне нужно стоять тяжело, мне нужно приехать сюда, мне нужно показать, что мы становимся сильнее, и показать людям, что мы все вместе, и я здесь. Так, ну что, смотрим финал полторашки. Инги Бриксен сразу же вылез вперед, не хочет проебаться. Вчера он сказал, что главное в предварительном раунде было просто аккуратно его пройти, не попасть ни в какие переделки, не упасть там, не заступить. Вот. Одна из этих опций – это пастись сзади и просто финишем накрывать. Вторая опция – это выйти и контролировать забег спереди, как он сейчас это делает. достаточно, ну, в меру активно бегут парни. Сзади – Ним Капс, после него – Нил Герли. Да, смотрим, что будет происходить. Как правило, когда Инги Бриксен выходит со старта и ведет забег, он просто хоронит всех длинным финишем, я думаю, метров за 600. До конца он начнет переключаться и раскатывать. Вот. Так, остается 300 метров за финишем. Вот тут все палят стоят. Нил Герли переместился на плечо к Якобу. Последний круг происходит. Выцеплено явно трое клиров. И Нил Герли пытается выйти. Пытается выйти первой ногой. Финишная прямая. Но он, конечно, широко закладывает. Не дал ему Якоб пройти. Не дал ему на финише обойти его на прямой. Вираж закрыл тоже. И Герли пытается найти финишную скорость. Но нет, Якоб оказался слишком хорош. 3.33.96. Минус 3 секунды с рекорда чемпионата Европы, который сдержал Иван Гешко. Получается сразу 3 секунды. Нил Герли попытался, предпринял хорошую попытку атаковать, но не получилось. Против лома нет приема, как обычно говорится. И Якоб это как раз тот самый лом. Сегодня финалы и в миксе сразу начинается замес, перепихон. Очень много народу. Все сидят друг у друга на головах. Классная заводная атмосфера. Посмотрим, не обозрусь ли я сегодня. Ну, они попытались, но вечериночка, конечно, могла быть и поярче. Поехали! 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 Так, последний финал сегодняшнего дня. 60 метров женщины. Трибуны, конечно, очень пустые. Удивительно, что даже такая штука не смогла собрать болельщиков. Вот, посмотрим, как будет на мужском финале. Там все-таки еще более громкие имена. Будут, в частности, Марсел Якобс, олимпийский чемпион. На 100 метровке, вот. Но сейчас посмотрим, что будет происходить здесь. Ебать. Чё за дуст сейчас свистнул? Сет. Муджинга Камбуджи выходит, выходит из колодок. Уверенно, вперед! Это мылос в одну калитку! 7-0-0! Свобода! Свобода сегодня не вывозит Камбуджи. С полуфинала было понятно, что она будет тащить. Все-таки чемпионка мира как-никак, а не какая-нибудь. Так, чё там? Свобода. Свобода 7-0-9. Второе место радовалось пиздец, как сильно. И Дэрил Нита! Третье место 7-12. Все, в принципе, без сюрпризов. По полуфиналу было понятно, что Камбуджа прошла его гораздо быстрее своих соперниц. Ну, вот и всё. Первый день закончился. Вчерашний был нулевой, сегодня первый. Вот. И у нас во влоге новый персонаж. Он охуенно шарит в лёгкой атлетике. Судя по тому, что он пишет у себя в телеграм-канале, он просто бы разъебал меня своей аналитикой. Вот. И поэтому я подумал, что будет классно оживить эту картинку и чтобы у нас завязался какой-то диалог. Вот. Ну, вообще, я обычно говорю, йоу, меня зовут Крауч, и добро пожаловать куда-нибудь там на какой-нибудь чемпионат, который я просто по-пиратски стримлю в ВКонтактике. Вот. Но в этот раз я решил, короче, приехать и посмотреть на это всё вживую. Вот. И, в общем, да, сейчас будем подводить итоги сегодняшнего дня, который был прям супер-огненный. Первый день полный чемпионата Европы. Это прям было вкусно. Вкусно. Так, ну давай, спрошу, что запомнилось больше всего тебе? Вот. Ну, это пятиборье сто процентов, потому что я как задрот, который там пишет огромные тексты. Да. Сегодня разъебали сразу два мировых рекорда. То есть разъебали два человека мировой рекорд. Вот. Конкретики. Насыпь нам фактов, насыпь нам цифр, потому что ты в этом охуенно зашарил. Вот. Ну, короче, цифры были с самого начала. Там первый вид уже пробежали почти все по личным рекордам. Сейчас барьерами. Вот. И прям сразу стало понятно, что будет огонь. Вот. И, значит, потом все почти что личные рекорды, ну, рекордные серии. У Тиан и у Шулик, которые в итоге рекорд побили, они прям обновляли свои личники. И последний вид надо было прям бежать быстро. Это, конечно, мимасно, что многоборье такой вид спорта, в котором ты можешь бежать там как угодно быстро, разнести всех. А потом кто-то пробежал там просто на шесть или больше секунд медленнее тебя, и тебе все равно капец. Вот сегодня так и было. На 800 метров последним видом. Полячка пробежала первая, разнесла мировой рекорд. Сколько она? Она на одну очко разнесла. Одну очко снесла. И потом прибежала. Через шесть секунд после нее Тиан. Сколько Тиан сняла? Да, и Тиан сняла там сколько было? 40... Нет, 30 с чем-то, короче. Ну и короче, и Тиан потом подсняла. Вот, кайфово. Многоборье, первый мировой рекорд. Я думаю, что это единственный, наверное, будет мировой рекорд на чемпионате. Есть прогноз по мировым? Да, наверное, больше не будет, потому что мужиков его сложно достать. Хотя прикол еще в том, что женские и мужские рекорды в многоборе установили именно здесь зимние, в этом манеже, на чемпионате мира 2012 года. Ну не знаю, может мужики тоже, конечно, поборются. Но Майер что-то не торт в последнее время, чтобы мочить так. Многоборье, мировой рекорд. Так, утренняя сессия вся была в квалификациях. Ничего особенного, ну просто как бы без сюрпризов все прошло. А вот вечером насыпали финалов. Трешка, женская трешка. Я даже не знаю, ну типа сенсация, не сенсация. Ну так, короче, прикольно было, потому что Класс Тархалфин не додавила, не додавила темпом. И я думаю, что это был ее единственный шанс, потому что Кляйн с полторашкой у нее со скоростью получше. И, собственно, на финише это и выяснилось. Но было прикольно, достаточно быстро, мне понравилось. Бронза в пятиборье прошла. Ну, бронза в пятиборье прошла, вот. Да, Кляйн, конечно, прям отсиделась хорошо. Прикол в том, что у них на чемпионате Германии, короче, не получилось вообще-то сделать. И сейчас она такой реванш взяла прям на Европе в точности такой же тактикой, только вот чуть-чуть. Сил был у нее в этот раз побольше. Ну, она прям супер четко прилипла, прям как, я не знаю, в жопу вцепилась к Класс Тархалфин и сидела. На финише, да, у Коко, как написал Сергей Лисин, тут только штанга перед сном поможет. Или бежать там 8.30 или быстрее. Так, что у нас дальше? Полторашка мужская. Ну, тоже как бы, что, тут все читалось получается. Как ты там Горли говорил про тактику? Да, ну это, в принципе, все говорят про Инги Бриксона, потому что летом также говорил Хор, говорит, надо сидеть-сидеть и потом дожать его. Но, блядь, чтобы дожимать, когда ты бежишь. Получается, сегодня парни оба пробежали очень быстро, 3.33. Это минус 3 секунды почти с рекорда Европейского чемпионата. Ну, и как бы для Горли, для Герли, блин, я забыл спросить, как у него правильная фамилия читается. У него Горли все-таки, наверное. Ну, пусть будет Горли, вот. Для него это как бы и так бег на уровне почти личного рекорда. А тут еще надо что-то куда-то переключаться. Ну, он клево переключался, кстати. Последний круг прям два раза пытался выйти, прям жестко и... Ну, круто, да, круто, что он попытался. Но, как бы, против такого танка, как Инги Бриксона, тут... Ну, что ты против него сделаешь? Ну, вообще, ладно. В общем, самое главное, что он умудрился сэкономить сил, мне кажется, на трешку еще, Инга Бриксона. Ну, да. И теперь на трешке, если не выиграет, ну, это просто будет вообще... Самая главная ситуация, которую я только видел, наверное, на легкой атлетике. 60 метров, финал тоже, я думаю, вполне предсказуемый. Ну, по полуфиналу было видно, кто заряжен, кто не очень. Там уже по забегам с утра было видно, там, как бы, три фаворитки прям были на голову сильнее. Да, ну, в том плане, что Камбуджа смотрелась гораздо лучше. И, как бы, сколько, 7-0-4 или 7-0-5 в полуфинале. Да, ну, мне вот что понравилось, что Камбуджа, она в забегах очень слабо пробежала. Ну, прям, на расслабоне. Вот. А они-то со свободой как-то посильнее смотрелись. Вот. А потом Камбуджа так разгонялась и загонялась, и в итоге так, ну, тихой сапой, так незаметно. В итоге она... Ну, примерно как на чемпионате мира в прошлом году тоже. Никто особо не ожидал, что она всех бахнет, а она хуякся и чемпионка мира. То есть, у нее такой стиль, прям, что она разгоняется по забегам. Ну, 60-то мало кто делает, потому что, ну, вот, Свобода и Нита, они, прям, с самого начала топили с первых раундов. Ну, то есть, они не могут так вот как-то сэкономить силу на такой маленькой дистанции. Вот. Работа. Красиво. Так, что, 60 метров мы обсудили, квалы. Ну, в целом, вообще все обсудили, потому что все, больше финалов не было, только еще ядра были. Да, ядра. Ну, да. Это тоска. Ну, и, в принципе, в тройном тоже как бы. А, и в тройном еще, да. Без сюрпризов. Да, там без сюрпризов. Но прикол, короче, был в том, что, короче, Макс Хесс третье место занял уже четвертый чемпионат подряд в помещении. Типа, у него уже четыре подряд бронзы просто. Это стабильность называется. Вообще просто. Или просто неудача. Это сейчас была неудача, он сейчас расстроился, потому что он был фаворит на второе место сейчас. А завтра нас ждет еще парочка неплохих финалов, но тоже достаточно предсказуемых. О них мы поговорим уже завтра. Да, и смотрите семибори, потому что сегодня самый огонь был многобори у девчонок. Че, давай быстренько. Я очень довольна. Это... Это пиздеж и постанова. Это пиздеж и постанова. Это редкие случаи, просто еще не все обработала. Это редкий случай, когда я реально... Когда я очень довольна. Есть... Короче, оказалось, что есть очень большая разница, очень очевидная, снимать Россию и снимать мир. Дай угадаю в чем же. Их это освещение, блядь. Блядь, да, реально. Пиздец, Серега фотограф нахуй шарит. Спасибо. У меня просто красивый свет на фотографиях, даже несмотря на то, что я стою в пизде. Я даже заплакала сегодня в какой-то момент, потому что я такая, блядь, это что, мои фотографии? Фотографии? Я считаю, что я не могу, что я números не берем, так. Я не могу.